Первая глава книги пророка Иезекииля И было в тридцатый год, в четвертый месяц, в пятый день месяца, когда я находился среди переселенцев при реке Хавари, открылись небеса, и я видел видение Божие. В пятый день месяца, это был пятый год от пленения царя Иоакима, было слово Господне к Иезекиилю, сыну Вузия, священнику в земле Халдейской, при реке Хавари, и была на нем там рука Господня. И я видел, вот бурный ветер шел от севера, великое облако и клубящийся огонь, и сияние вокруг него, а из средины его как бы свет пламени из средины огня, и из средины его видно было подобие четырех животных. И таков был вид их, облик их был, как у человека, и у каждого четыре лица, и у каждого из них четыре крыла, а ноги их, ноги прямые, и ступни их, как ступня ноги у тельца, и сверкали, как блестящая медь. И руки человеческие были под крыльями их, на четырех сторонах их, и лица у них, и крылья у них, у всех четырех. Крылья их соприкасались одно к другому. Во время шествия своего они не оборачивались, а шли каждое по направлению лица своего. Под обе лиц их — лицо человека и лицо льва с правой стороны у всех их четырех, а с левой стороны — лицо тельца у всех четырех и лицо орла у всех четырех. И лица их, и крылья их сверху были разделены, но у каждого два крыла соприкасались одно к другому, а два покрывали тела их. И шли они, каждая, в ту сторону, которая перед лицом его, куда дух хотел идти, туда и шли. Во время шествия своего не оборачивались. И вид этих животных был, как вид горящих углей, как вид лампад. Огонь ходил между животными, и сияние от огня, и молния исходила из огня. И животные быстро двигались туда и сюда, как сверкает молния. И смотрел я на животных, и вот на земле, возле этих животных, по одному колесу перед четырьмя лицами их. Вид колес и устроение их, как вид топаза. И подобие у всех четырех одно. И по виду их, и по устроению их казалось, будто колесо находилось в колесе. Когда они шли, шли на четыре свои стороны, во время шествия не обворачивались. А ободья их, высоки и страшны были они, ободья их у всех четырех вокруг полны были глаз. И когда шли животные, шли и колеса подли. А когда животные поднимались от земли, тогда поднимались и колеса. Куда дух хотел идти, туда шли и они. Куда бы ни пошел дух, и колеса поднимались наравне с ними, ибо дух животных был в колесах. Когда шли те, шли и они, и когда те стояли, стояли и они. И когда те поднимались от земли, тогда наравне с ними поднимались и колеса, ибо дух животных был в колесах. Над головами животных было подобие свода, как вид изумительного кристалла, простертого сверху над головами их. А под сводом простирались крылья их, прямо одно к другому, и у каждого были два крыла, которые покрывали их, у каждого два крыла покрывали тела их. И когда они шли, я слышал шум крыльев их, как бы шум многих вод, как бы голос всемогущего, сильный шум, как бы шум в воинском стане. А когда они останавливались, опускали крылья свои. И голос был со свода, который над головами их. Когда они останавливались, тогда опускали крылья свои. А над сводом, который над головами их, было подобие престола, по виду как бы из камня сапфира. А над подобием престола было как бы подобие человека вверху на нем. И видел я, как бы пылающий металл, как бы вид огня внутри его вокруг. От вида чресла его и выше, и от вида чресла его и ниже, я видел как бы некий огонь, и сияние было вокруг него. В каком виде бывает радуга на облагах, во время дождя, такой вид имело это сияние кругом. Продолжение следует...